Всем привет, это инфакт на СтопГеймеру. Неочевидные, спрятанные в недрах Стима улики того, что Electronic Arts возвращается в Steam, внезапно оказались достоверными. Издатель и впрямь прекращает многолетнюю практику продажи ПК-версий своих игр исключительно в собственном же магазине. И первой ласточкой воссоединения Ориджина и Стима становится Star Wars Jedi Fallen Order. На площадке Valve уже доступен предзаказ игры. Стандартное издание стоит и там, и там по 3500 рублей, а вот Deluxe в Ориджине чуть подешевле – 3800 против 4000. Тем не менее, Ориджин вам так или иначе понадобится. При запуске игры из Стима всё равно будет запускаться издательская площадка, как и в случае с Ubisoft слэш Uplay. В ближайшие месяцы в магазине Габена появятся The Sims 4 и вторая Unravel, а в следующем году FIFA 20, Apex Legends и пятая Battlefield. Кроме того, в Стиме запустится и подписка EA Access, та, что даёт доступ к целой библиотеке игр. Запустится по той же цене, что и в Ориджин. Один лишь нюанс – в этой версии не будет игр сторонних студий, скажем, Batman Arkham Asylum и Darksiders 3. И со Стимом мы ещё не закончили. Обновлённая библиотека площадки, бета-версия которой была запущена в середине сентября, скоро таки доберётся до всех нас. Нравится вам это или нет? Хотя, чего бы вдруг не нравилось. Соответствующий апдейт должен выйти уже на этой неделе. А теперь кое-что посочнее. Ключами для вскрытия лутбоксов Counter-Strike Global Offensive отныне нельзя обмениваться. Касается это лишь тех ключей, которые были приобретены у Valve с 28 октября и позже. Более старыми барыжить всё ещё разрешается. На подобные меры компания пошла по одной причине. В основном, по сведениям держателей платформы, ключи нынче обмениваются для отмывания баблишка. Уж больно удобно оказалось при их помощи скрывать свои доходы. Практика эта вышла на общемировой уровень, и почти все транзакции на сегодняшний день так или иначе связаны с жульём. Так что отныне, чтобы открыть сундучок со стафом, нужно покупать ключ напрямую у Valve. С рук приобрести не выйдет. Ну а спонсор сегодняшнего инфакта — тактический онлайн-шутер Calibre от 1С и Wargaming, уже вышедший в стадию открытого бета-теста. А значит что? Значит все желающие могут лично его пощупать абсолютно бесплатно. Для ощупывания Calibre может предложить тактикульный геймплей как в формате PvP 4х4, так и в формате PvE 4 игрока против искусственного интеллекта. В игре доступно 4 класса бойцов. Штурмовик — быстрый и смертоносный. Снайпер, нейтрализующий удалённые цели. Саппорт, тяжело вооружён, прикрывает отряд. И медик, поддерживающий здоровую атмосферу в команде. В самой команде при этом необходимо работать слаженно, так как грамотное взаимодействие тиммейтов здесь куда важнее, чем предельная меткость каждого отдельного игрока. Вся движуха проходит в реалистичном сеттинге современного спецназа. Никакой клюквы, только аутентичные спецподразделения России, США, Германии и Польши с достоверной экипировкой и вооружением. Прямо сейчас вы уже можете начать играть в Calibre бесплатно, а заодно получите 1800 кредитов прямо на первом уровне. Ссылка в описании. Авторы GTFO в преддверии альфа-тестирования, запланированного на эту неделю, продемонстрировали общественности геймплей данного кооперативного хоррора. В ролике замечен очевидный уклон в сторону стелса. Большую часть видео четыре игрока крадутся по коридорам и нейтрализуют нечисть в ближнем бою. При этом разработчики подчеркивают важность планирования. Секторы уровня разделены металлическими дверьми. Чтобы не получить тумаков со всей округи при обнаружении, необходимо подумать, какие стоит закрыть, а какие открыть. Альфа пройдет с 31 октября по 3 ноября. Записаться на участие все еще можно. Ссылка в описании, как и на сам геймплейный ролик. Вернемся, пожалуй, к теме Стима. Сегодня его что-то прям много, но зато есть и исключительно приятные известия. Например, стартовала хэллоуинская распродажа, которая продлится до 8 вечера 1 ноября. И на gog.com тоже стартовала, если что. Она завершится и того позже. 4 ноября в 17.00. Время московское. Еще одна приятная новость. Правда, не для всех, а для разработчиков The End is Nigh. И для фанатов конкретно этой игры. В последнее время продажи платформера по полному ценнику взлетели аж на 1000%. Как так? Что за информационная бомба такая взорвалась? Да, все просто. В игру всего-то была добавлена поддержка мастерской Steam. О возможности клепать моды к игре 2017 года выхода ее авторы сказали менее недели тому назад, 24 октября. Попутно выделили несколько первых модификаций, в основном добавляющих сложные миры. И народ прям ломанулся обкатывать готовое и мастерить собственное. В общем, вот вам наглядная демонстрация значимости модов. Об этой значимости, судя по всему, знает и Warhorse Studio, соответственная за Kingdom Come Deliverance. Она тоже выкатила набор инструментов для разработки модификаций. Софт для организации текстов, редактор для программирования и ИИ с алгоритмами поведения, редактор CryEngine Sandbox Editor, содержащий свыше десятка расширений, а также игровые данные, позволяющие разобраться в устройстве Kingdom Come. Короче, для простого обывателя сложновато, но тем, кто шарит хотя бы на любительском уровне, должно хватить. Всю полезную инфу разработчики выложили на Nexus Mods. Ссылка в описании. Свеженький соус лайк, достаточно тепло принятый игроками, The Surge 2, решил, как будет продавать части своего механического тела после релиза. В продажу поступил сезонный абонемент. Согласно плану разработчиков, в ноябре мы получим 13 видов оружия, в декабре три набора снаряжения, в январе сюжетная DLC The Kraken, с новым районом города, новыми врагами и боссами. На ПК сезонник стоит 700 рублей, на плойке 1400, на Хуане 20 баксов. Симулятор примата Ancestor The Humankind Odyssey до консолей еще не эволюционировал, но на всех парах движется в этом направлении. Авторы игры уже готовы обозначить точную дату выхода на Xbox One и PlayStation 4. 6 декабря. Ценник 40 долларов и 2850 рублей, соответственно. The Outer Worlds от Obsidian Entertainment вышла всего-то несколько дней назад, а ее уже успели заспидранить. Реактивный пробег в исполнении чувака под ником It'sJabo занял 30 минут 54 секунды. Жесть какая! Воскликнули те, кто уже шестой день подряд задрачивает по бочке. Запись стрима с прохождением вы можете отыскать где-то неподалеку. А еще наверняка отыщите разбор спидрана Call of Duty 4 Modern Warfare, в котором Дима Бурдуков на пальцах объясняет и показывает, как самые шустрые ребята на планете со свистом пролетают в старушку МВ. Как вы поняли, короткий путь к обозначенным материалам легко найти в описании инфакта. А у меня все. До встречи на StopGamer.